Родина Владимира Ивановича Даля – Луганщина. Многим это известно еще со школьной парты. В ноябре 1801 года в семье датчанина и немки, принявших российское подданство, в поселке Луганский завод, ныне город Луганск, и появился на свет будущий ученый, писатель, этнограф, собиратель фольклора. Сотрудники методического центра управления образования приготовили познавательную и интересную презентацию, познакомив присутствующих на мероприятии работников администрации с интересными фактами биографии Владимира Даля. Его жизнь и творчество. Вместе со словами, сказками, собиранами пословицы, поговорки, короговорки, загадки, старинные русские игры. Произведения Даля истрят пословицами и поговорками. Он собрал их 30 130, и все они вошли в сборник пословицы русского народа. Любил Владимир Иванович и русские загадки. Сколько он их собрал, крестьянских, солдатских, морских, детских. Даля знал по меньшей мере 12 языков. Немецкий, французский, английский языки. Читал и писал по-латыни. Владел белорусским, польским, казахским, татарским, башкирским языками. Изучал болгарский и сербский языки. Во время службы в Оренбурге он собирал тюркские рукописи, благодаря чему считается одним из первых в России тюрколога. Куда бы ни бросала судьба Владимира Даля, он всегда находил время записать услышанные где-то меткое слово, выражение, песню, сказку или загадку. Но наибольшую славу принес ему непревзойденный по объему толковый словарь живого великорусского языка, на составление которого ушло 53 года. Организаторы мероприятия подготовили книжную выставку, на которой было представлено разнообразие произведений, написанных Владимиром Далем, и тематические буклеты с биографией великого земляка. Всю жизнь писатель называл себя «казаком луганским», что говорит о любви и преданности к родному краю. И задача нынешних поколений – защитить, сохранить и передать молодежи знания и ценности, не позволить переписать прошлое и навязать чужую идеологию. Новости телеканала «Луч». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова